Андрей Владимирович, я так понял, уже из комментариев сделано заявление для СМИ на публичных мероприятиях, что проверка ваша была продуктивна, в каком плане, что обычно проверяющие приходят и обнаруживают такую залокированную действительность. Но это, я так понял, не ваш случай. То есть были жалобы, была продуктивная работа. Можете рассказать, сделать какой-то общий обзор, каково основное было содержание жалоб заключенных, какое вообще ваше впечатление об убеденном? Ну, продуктивность наша была относительная. Мы посетили два учреждения, на которых люди жаловались, и колонию номер 10, которую я оценил бы как колонию благополучную. Такие учреждения, как ЛИУ-3, исправительную колонию номер 7, исправительную колонию номер 13, где тоже происходили, а возможно и сейчас происходит нарушение прав человека, к сожалению, мы посетить не смогли, ну просто в силу того, что не совсем правильно спланировали нашу работу в Саратовской области. Мы работали втроем, три члена СПЧ, Андрей Бабушкин, Игорь Каляпин и Ева Наркачева. Мы опросили около 80 осужденных по разным вопросам, половина из которых это те, кто заявили о том, что в ОТБ-1 и века-13 к ним применялись недозволенные методы воздействия. Люди жаловались на то, что у них вымогали деньги, их избивали, связывали скотчем, засовывали большие китайские сумки для вещей на ночь, клали на пол в туалете, закрывали лицо полотенцем, лили воду до тех пор, пока они не теряли сознание. Люди жаловались на то, что они к ним в задний проход, засовывали руку, записывали различные предметы о том, что когда они прибывали в так называемый адаптационный отряд, я хочу напомнить, что такие отряды были запрещены в Сином еще около 10 лет тому назад, их заставляли бежать сумками через строй активистов, при этом им наносились удары. В этом адаптационном отряде на 60 работающих осужденных приходилось 20 так называемых бригадиров. Это осужденные, которые занимались дисциплинарным воздействием на них и которые с собой практически подменяли администрацию. Люди назвали нам фамилии двух сотрудников ОТБ-1, один из которых был начальником оперативного отдела, а второй был начальником колонии, которые стояли за этими активистами и не просто таким образом наводили порядок, наводя ужас и террор на осужденных, они тем самым получали и материальные преференции, потому что люди работали практически бесплатно, а за то, чтобы их не обижали, люди готовы были платить деньги. Я должен сказать, что с моей точки зрения сегодня все эти события прекратились. Аппаратом УФСИНа и новым руководством УФСИНа было опрошено более 2000 осужденных, в том числе помощникам по правам человека было опрошено более 800 человек. Начальникам колонии была дана команда всех осужденных, которые хоть что-то знают о применении насилия, опросить и сделать так, чтобы они дали соответствующие показания. В колониях возобновлены так называемые дни открытых дверей, когда родственники приходят в колонии. Во всех отрядах сегодня имеются телефоны, но имеются не мобильные, а стационарные, при помощи которых можно звонить домой. Но тем не менее, я думаю, что управление Саратовское находится только в начале пути, направленного на преодоление последствий вот всех этих происходящих событий. В частности, к сожалению, мы видели, что не ко всем пострадавшим объективно относятся. Ну, например, один из пострадавших, он почему-то был обнаружен нами в карцере следственного изолятора. И мы вот ввели дискуссию, утверждая, что да, наверное, он нарушитель, наверное, он какие-то действия совершает неправильные, но, извиняюсь, он пережил глубочайшую психологическую травму. Поэтому с ним надо работать не через карцер, а через психолога, через воспитателя, через библиотеку. Мы обнаружили, что в одном из корпусов следственного изолятора, к сожалению, сломаны скамейки, столы и низкая температура. Правда, мы не были сами в этом корпусе, но вот такого рода информацию мы получили, и мы попросили местного УНК, чтобы они проверили эту информацию. То есть, конечно же, я должен сказать, что со стороны уголовной исполнительной системы предприняты действия, без которых Следственный комитет не смог бы возбудить эти 12 уголовных дел и взять под стражу более десятка людей, виновных в пытках, и продолжить эту проверку. Но, тем не менее, эти действия надо продолжать, их надо усиливать, и очень важно, чтобы все виновные были наказаны, ну, а люди, которые невиновны, мы понимаем прекрасно, кто за раздачу может попасть кто угодно, в мутной воде очень легко ловить рыбу, чтобы невиновные люди не пострадали, чтобы никого не оговорили и не сделали так, что чужую вину повесили на непричастного к этому человеку. У происходящего в УТБ конкретно в Саратовской области говорят годами. То есть это где-то с начала 2010-х годов, то есть примерно, вот помните, может быть, нашумевшее дело Артема Сотникова. Это 12-й год. Да, 12-й год. Это вот одно из немногих дел, буквально единичный, да, случай, который с помощью общественности, правознащитников, журналистов удалось довести до объединительного приговора четверым садистов. Так вот, уже тогда ОТБ, многие говорили, как его называли, Саратовским Гвантантом. Вот. И при всем приветом, при том, что буквально через год после смерти Сотникова, там, в УТБ буквально там чуть ли в 13-14 году подозрительны смерти заключенных, которые ничем не заканчивали, хотя там криминальный характер в смеси был очевиден. Там Алексей Степанов, Федор Валовик, там, еще были другие случаи. Так вот, почему так происходило? И главное, кто несет моральную ответственность за это и должен нести правовую ответственность. Ну, в плане моральной ответственности я имею в виду, что у нас очень много институтов различных, ну, начиная от институтов гражданского общества и заканчивая институтами уполномоченных, там, по правам человека, например. Ну, смотрите, я думаю, что если бы уполномоченным оставался Александр Соломонович Ландо, мы бы даже про такого рода события сегодня и не говорили, потому что они бы казались нам невероятными, чем таким жутким средневековьем. Дело в том, что в ОТБ-1 сложилась система, когда свои полномочия администрация колонии реализовывала через приближенных к ним осужденных. При этом это были не просто наиболее подготовленные осужденные, имеющие высшее образование, имеющие опыт психологической работы, решения конфликтов. Это были особо опасные рецидивисты, осужденные за особо тяжкие насильственные преступления. Люди, для которых чужая жизнь, судьба, благополучие, не значило ровным счетом ничего. И вот этот костяк осужденных, тех, кто пребывал в ОТБ, заставлял входить вот в эту секцию дисциплины и порядка. Напомню, что она была закрыта, они были ликвидированы, эти секции, начальником СИН России, и генералом Рейнмером еще в 2009 году. Но в ОТБ-1 они воскресли к 2012 году. Когда осужденные приходили в колонию, они выбирали тех, кто был бы у них, как говорится, на подхвате, и говорили этим людям, либо мы тебя изнасилуем, либо ты напишешь заявление, что ты вступаешь в секцию дисциплины и порядка. А чтобы тебе мало не казалось, напиши-ка нам заявление об отказе от адвоката, заявление о том, что ты являешься геем и жил в мужелорской жизни на свободе или другой колонии, и заявление явко справедливое преступление. Будешь нормально себя вести, эти документы никто никогда не увидит. Будешь что-то с нами спорить, выступать против нас, извини, мы тебя сломаем всего, от твоей жизни и судьбы ничего не останется. И вот эти люди, да, потихонечку все глубже и глубже втягивали в совершение вот этой преступной деятельности. И, конечно, это можно было бы пресечь, если бы работала сильная ОНК, но, к сожалению, ОНК в Саратовской области даже сегодня, когда такие страшные события произошли, это всего лишь 13 человек на область протяженностью 600 километров. Почему Общественная палата не сформировала ОНК из 40 человек, на что она имела право? Ответ на этот вопрос я не нашел. Прокуратура, оказывается, вот по последним событиям одно из уголовных дел возбудила еще в марте прошлого года, нет, не в марте, наверное, в марте этого года, по заявлению одного из осужденных. Это было заявление о вымогательстве и изнасиловании. Шварц, если я не ошибаюсь. Да, да, я не вызываю, видите, я специально называю фамилии, да, но это было сделано после того, как несколько раз Следственный комитет сказал возбуждение уголовного дела. И что видит осужденное? ОНК сюда может приехать, ну, максимум раз в месяц. Прокурор надзирающий, ну, скажем так, не очень активно эти вещи выявляет. Следственный комитет отказывает возбуждению уголовного дела. Никто не видел, что уголовные дела будут возбуждены. А насильники и садисты находятся рядом, в соседней комнате. Им, что ко мне прийти, нужно всего лишь несколько секунд. И чтобы меня уничтожить, им нужно всего лишь несколько минут. И, само собой, люди, когда даже туда приезжала новая полномочная права человека, ОНК, они не спешили делиться с ними своей бедой. Поэтому, если мы можем говорить, кто же за это несет ответственность? Это руководство, тогдашнее управление в СИН по Саратовской области. Это следственный комитет, который никаких проверок не проводил. Имитировал проведение проверок. Я должен вам сказать, что если бы сегодня следствие ввел в Следственный комитет по Саратовской области, а не центральный аппарат Следственного комитета России, я думаю, они бы тоже эти уголовные дела прекратили. Все эти тома доказательств, они бы не получили со стороны никакой здравой или надлежащей оценки. Конечно, несет ответственность администрация ОТБ-1, потому что именно они создали и развили эту систему изощренных издевательств над людьми. Ну и свою долю ответственности, конечно, несет прокуратура. Хотя мы видим, что прокуратура предпринимала какие-то попытки объективно возбуждать уголовные дела, отменяла постановление Следственного комитета. Однако они действовали достаточно нерешительно. Они действовали достаточно непоследовательно. Ну и если говорить о системе в целом, понимаете, я бы сказал, что руководство в СИНа несет ответственность. Но я это сказать не могу. Почему? Потому что руководство в СИНа в тот момент, когда все это происходило, это были совершенно новые люди, которые сменили своих предшественников. Каме доставилась очень тяжелая система, очень тяжелая команда. Государственная политика по развитию уголовной исполнительной системы оказалась крайне непоследовательной и сырой. Ну, приведу такой пример. На сегодняшний день в следственных изоляторах не хватает 48% младших инспекторов. То есть, например, что такое отсутствие младших инспекторов? Это значит, что несвоевременно поступают посылки, несвоевременно люди выводятся на телефонные переговоры, несвоевременно люди выводятся к адвокату. Вот совокупность этих проблем создала такого рода ситуацию. Но я хочу подчеркнуть, если бы прокуратура работала на профессиональном уровне, если Следственный комитет действительно выполнял то, ради чего бы он создан, был при всех садистах, при всех безобразниках во главе этого учреждения, подобного рода масштабов пыток произойти бы не могло. — Скажите, вот в этой связи, да, ну, как это, простое бездействие, или же другие правоохранительные органы, вы же говорили о том, что там заключенных собираются деньги, да, и об этом постоянно говорится, да, там, вымогательство, другие правоохранительные органы. Возможно ли такое, что они тоже втянуты вот в какую-то коррупционную систему распределения вот этих вот... — Знаете, сложно сказать, это надо проводить оперативную работу, исследование, но и что информация, что у меня есть, могу сказать, что со стороны прокуратуры это было бездействие, со стороны Следственного комитета это было настоящее укрывательство, но со стороны оперативных служб управления, да, и руководства колонии, это просто была организация вот всего-всего этого преступного сообщества. — Корыстным, да, мотивом? — Да, да, ну, например, нам такой приводили пример. Человека вызывают и говорят, заплати нам 30 тысяч, иначе мы тебя изнасилуем. Он говорит, у меня нет 30 тысяч, у меня жена больная, мать пенсионерка, я не могу такие деньги, ну, все, тогда готовься, мы тебя изнасилуем. Потом другого человека это требует. Мотивов, конечно, было несколько, но такой вот сегодня нам привели очень интересный случай. Осужденный, молодой осужденный, вот 77-летний Даниил Путин, он страдал тяжелым заболеванием почек, перенес, по-моему, инсульт. И вот он говорит начальнику медчасти Лапшиной, это медчасти, вот ЭБ-1, я себя очень плохо чувствую, я умираю, освободите меня по болезни. Она говорит, нет, я не подбиваюсь, обожди мне по болезни. Он говорит, да, я напишу на его жалобу, жалобу хорошо, к нему подходят двое осужденных, и никого не боясь, избивает его около туалета, он идет в туалет, возвращается, падает и умирает. Здесь корыстный мотив был, здесь корыстного мотива не было. Здесь появились два других мотива. Стремление угодить администрации любым преступным путем и жестокое, скажем так, упоение своей власти. А был другой осужденный активист, он специализировался на пенсионерах, он приходил в инвалидные отряды к пенсионерам, ну что, говорит, есть у вас жалобы? То есть, да, жалобы есть, ну иди сюда сейчас, я тебе жалобу твою покажу. И сбивал стариков, понимаете, какой здесь корыстный мотив? Здесь, по-видимому, нет корыстного мотива. Но мы видим, что в этом случае вот это было стремление поддержать тот порядок и режим, который наибольше устраивал администрацию. Другой пример. Человек лечит себя туберкулезом. Мы говорим, давай сделаем так, ты не будешь несколько месяцев лечиться туберкулезом, у тебя ухудшится состояние здоровья, мы добьемся того, что я назначил пенсию, ты первые там несколько пенсий отдашь нам, потом можешь каждый месяц нам платить по 3 тысячи рублей. Человек от этого отказался. Вот здесь уже явно корыстный мотив. То есть причины пыток, они были достаточно разнообразны. Но то, что они, ну как и любых пыток, явки с повинной, я не удивлюсь, я не смог, вот, понимаете, что мы работали с Каратевичем, надо было конвейер, я не смог найти те явки с повинной, которые пошли, легли в основу уголовных дел. Но я знаю, в частности, вот, Александр Соломович Лондон, что были многочисленные случаи, когда от человека в колонии под угрозой расстравы требовали, чтобы он кого-то оговорил, он оговорил человека, потом превращался в засекреченного свидетеля, и на основании показаний этого человека, речи людей, потом невиновные люди оказывались в коме по сути. Я знаю, что в ноябре 2016 года для вас готовил доклад Саратовский прозрачитель, ну, тогда он в Саратове, во всяком случае, работал, Борис Ушаков. Да, сейчас извините, он в СИЗО под стражей. Да, его обвиняют, там, изнасилование, я знаю, там, по-моему, вот, странно, должен, да, приговор, да, там достаточно такая странная история, вот, и вот хотел сказать, там был достаточно обширный доклад, там, по-моему, у вас в жилом журнале, он опубликован, странички, там порядка страниц 12, наверное, да, факты, там, как вообще, как бы, ситуация, да, ну, как в любом докладе описывается, и в том числе конкретные факты приводятся насилия под осужденными, в том числе убийства осужденных, вот, можете сказать, может, как бы, понятно, что по мотивам этого доклада были какие-то обращения в правоохранительные органы, направленные, какая-то реакция была, если вы помните? Вы знаете, нет, я помню, да, я этот доклад передал Федоту Михаила Санычу, председатель СПЧ, уполномоченный правоохранитель Камас Кальковой, они направили материалы к Генеральному прокуратуре и Следственный комитет, как это вводится, было все спущено вниз, мы просили ОНК Саратовской области провести проверку, ОНК тогда в очередной раз было сформировано в каком-то безумно маленьком составе, таком, который просто исключал возможность нормальной работы. Прокуратура, что нам ответить в Следственный комитет, я не помню, по-моему, они еще время продлевали проверку, и в конце концов, мне кажется, потеряли эти материалы. Прокуратура нам дала сакраментальный ответ о том, что изложные факты не подтвердились. Потом мы использовали, когда генерала Гнездилова хотели назначить Москву, на должность замначальника управления, мы направили этот доклад, наверное, я думаю, директору ФСИН России, и, возможно, этот доклад сыграл одну из, свою роль в том, что Гнездилов на эту должность не был, в конце концов, назначен. Он недолго побывал в ней, на самом деле. Ну, он был ИО, он был несколько лет, полгода ИО, да. Возможно, это сыграло свою роль. Ну, понятно, что жалобы на Саратовскую область, они носят в постоянных характерах, они не прекращаются, начиная, как вы правильно сказали, примерно с 2011 года. И у нас Саратовская область была в плане посещения. Когда был доклад Ушакова, мы наметили Саратовскую область для поездки. Но, к сожалению, в этот момент в СИН России он прекратил пускать правозащитников из СПЧ в проблемные регионы. Связано это было, по-видимому, с деятельностью Генеральной прокуратуры. И мы сюда в 2017 году приехать проверить не смогли. Такова история этого доклада. Ну, к сожалению, я должен сказать, что и Борис тоже сыграл не очень такую правильную роль, при том, что он такой честный человек, бессеребренник. Он отличается очень сложным характером. Он конфликтный человек. И когда мы пытались с ним выставить нормальную конструктивную работу по реализации информации, приведенной его докладом, нам это сделать не удалось. Мы сталкивались с тем, что Васильевич нас обвинял, что он был чем-то недоволен. Сегодня очень мало кто пишет письма в поддержку, в том числе и мы, потому что мы возмущены тем нелепым обвинением, что ему предъявлено. Но в тот момент, к сожалению, возможность сотрудничества с нами он не оценил. Вы дважды упомянули в своем рассказе Александра Савамоновича Ландоа. Человек интересной судьбы. Вы, насколько он говорил, 30 лет друг друга знаете? Знаете, да. Это человек-легенда. Вот мы сегодня знаем, что во некоторых регионах, ну, благополучных регионах, в колониях есть общественный уполномоченный по правам человека, из числа сотрудников или вольно-наемных специалистов. Вот он впервые здесь, в Саратовской области, в начале 2000-х годов создал этот институт. Это человек, который мог добиться от любой правоохранительной системы, чтобы она прекратила издеваться над людьми и начала его защищать. Когда я в разных регионах оказывался, разговаривал с уполномоченными, и они говорили, это не наши полномочия, а мы здесь ничего не можем, а мы ничего не знаем, а мы ничего не понимаем. Я говорю, слушайте, а почему Ландо? У себя мог это сделать в Саратовской области, тогда, когда еще не было федерального закона об основе деятельности уполномоченного, когда уполномоченных можно было пересчитать по пальцам обоих рук, а вы сегодня в более благоверных условиях этого сделать не можете. Понятно, почему Ландо это мог сделать. Он совмещал четыре вещи. Первое. Огромное количество наиболее сильных саратовских юристов, это были его ученики. Во-вторых, это был человек очень высокой воли, очень сильной воли, и никакие наезды на него, его волю не ослабляли, не ломали. А уполномоченный, это как, наверное, как следователь, да, он вступает в сражение с более сильным противником, особенно следователь, который ведет особо важные дела. То есть, чья воля вообще победит. В-третьих, это был человек, который обладает правозащитным мышлением, да, то есть он понимает, каково значение роль права человека. И четвертый, человек мог устроить конструктивные отношения со всеми правозащитниками, властями, прокурором, своими коллегами, уполномоченными, журналистами. И вот эти четыре качества, они, я думаю, помогли ему стать одним из самых лучших уполномоченных за всю историю этого института, четвертьвековую историю этого института в нашей стране. Вот скажите, вы наверняка в курсе, да, вот эту историю, в которую Александр Самомольевич попал, с уголовным делом. Вот скажите, вот вам не кажется, что можно ли говорить, что в последнее время какая-то тенденция появилась, но что люди с активной общественной гражданской правозащитной позицией часто становятся фигурантами таких странных... Знаете, я бы сказал, он не попал в эту историю, его в него впихнули. Попасть можно, когда человек сам какие-то допускает ошибки, делает глупости, рано или поздно ему предъявляется какое-то там неодоснованное обвинение. А здесь, я считаю, вообще даже нет события преступления. Тем не менее, мы видим, что для того, чтобы устранить с поля правозащитной общественной деятельности фигуру, которая влияла на все, что на этом поле происходит, используют такие грязные методы. Методы оговора и методы фабрикации дела. Да, я с вами полностью согласен. Действительно, огромное количество правозащитников, реально действующих не по названию, а по своему духу, оказались ситуации, похожие на Александра Соломоновича. Здесь можно упомянуть и Алексея Севастьянова, первого полномочия по рамках Челябинской области, и многих-многих других. В отношении Александра Соломоновича справедливость, в конце концов, восторжествовала. Его реабилитировали. Но сказать, что она полностью восторжествовала, я не могу. Потому что человек в течение длительного времени находился под ударом. Он вставал с мыслью о том, что его позорят перед гражданским обществом, и ложился с этой мыслью. Тем не менее, его пойду выскан моральный вред в виде символической суммы 80 тысяч рублей. Я думаю, что здесь, конечно, с органами судебного надзора они должны еще сказать свое последнее слово. Скажите, а вот с учетом такого отношения к активным представителям гражданского общества, что там уголовные дела, какие-то подставы, нехорошие истории и так далее, с учетом всего этого вообще есть ли какие-то перспективы этого направления работы в плане того, что сможет ли вот эти активные представители гражданского общества обеспечить вот тот, можно сказать, сейчас такой небольшой старт, да, взяли вверх, да, обеспечить вот какое-то поступательное развитие в плане гуманизации. Я поставил бы вопрос просто иначе. Сможет ли выжать вообще наше общество и государство? Потому что, понимаете, когда мы берем активных людей, мы условно можем разделить их на три группы. Первый – это молодые, горячие революционеры. Конечно, никакой страх преследования их не остановит. Второе – это люди, занимающие крайне, радикальные позиции. Они действуют на эмоциях, их переполняют чувства. И здесь страх преследования тоже вряд ли не сможет остановить. И третья группа – это наиболее зрелые, наиболее продуктивные, наиболее эффективные лидеры гражданского общества. Вот 90% всего, что делается положительно в гражданском обществе, делает именно эта, третья группа людей. А вот для них, когда они видят судьбу Ландо или судьбу Севастьянова, они 25 раз подумают, прежде чем займут активно гражданскую позицию. Почему? Они люди самодостаточные. Они будут успешны. Что в бизнесе, что в науке, что в преподавании. Понимаете? Для них быть гражданским лидером – это не способ реализовать себя. Они себя реализовали много раз в разных сферах. Это способ прийти на помощь обществу государству в моменты, когда обществу государству тяжело. Но когда государство говорит, вы нам не нужны, и просто бьет им по рукам, я думаю, для них это очень мощный, дискомфортный момент. Поэтому, если эти люди, если наши спецслужбы, если наши прокуратуры, если наши правоохранительные органы продолжают поступать с этими людьми, так как в Саратовской области поступили с Рисан Саламовичем Ландо, это, с моей точки зрения, является угрозой национальной безопасности России. Такое отношение государства в конечном итоге губительности самого государства. Да. Конечно, когда какого-нибудь молодого студенческого активиста поймали, обвинили в том, что он никогда не делал, не запихнули его в тюрьму или дали ему условный срок, это само по себе возмутительно, потому что это подрывает у молодежи веру, доверие государству и закону. Это влияет на его друзей, но это играет меньшую дестабилизирующую роль, чем когда наносится удары по таким людям, как Рисан Саламович Ландо. Почему? Потому что у него смотрят многие тысячи людей, и многие тысячи людей по его отношению к власти и закону выстраивают свое собственное отношение. А когда они видят о том, что та власть и тот закон, который он пытался сделать лучше, а не ставит ему наглую, циничную подножку, само, чтобы это влияет на настроение людей, на их позиции.